41-й телеканал открывает цикл репортажей о взаимодействии управляющих компаний и собственников жилья. Большинство обслуживающих компаний уже привыкли к критике в свой адрес. Да и сами жильцы, как правило, видят в руководстве УК враждебную силу, способную лишь сдирать три шкуры жителей многоквартирных домов. А в реальности мало что делая для повышения качества предоставляемых услуг. Таков сложившийся стереотип взаимоотношений. Но сервис за деньги собственника все-таки существует. Да еще и какой. Пример тому деятельность управляющей компанией – современный уровень. Наша съемочная группа отправилась туда, где ломаются стереотипы. Жилой квартал «Озерки», расположенный в Левобережном районе на улице Ильюшина, пример современной комплексной застройки с развитой инфраструктурой от строительной компании «Выбор». В основном здесь живут молодые семьи, к услугам которых детский садик на 250 мест, строящаяся школа, зоны отдыха и детские площадки. Первое, что бросается в глаза – идеальная чистота и зеленые газоны у каждого подъезда. Обслуживанием жилых домов новостройки занимается управляющая компания «Современный уровень». Многие из тех, кто живет в «Озерках», уже оценили пользу от такого управления. Мне нравится очень чисто, у нас в подъездах убирают, территория, озеленение, все это очень вовремя, своевременно. То есть этого мало в Воронеже можно встретить, обычные старые, как если дома. В принципе, все нравится, все устраивает. И с детками площадки построили сейчас, там тоже строится, все это облагораживается. Спасибо большое за то, что всегда чистенько на детских площадках, потому что вечерами все равно молодежь так же сидит, вот на лавочках. Все равно, естественно, без этого никак. Мусор, утром уже выходишь, уже все чистенько. Жилой комплекс «Озерки» обслуживают пять дворников, пять уборщиц. Мы с ними координируем работу, ставим задачи. То есть вот утром я прихожу, делаю обход, смотрю, что нам нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Либо уборка, либо полив мы делаем что-то. Что первично важно, тем мы и занимаемся. Поддерживаем уборку и порядок в комплексе. Утро компании современный уровень начинается традиционно с вывоза мусора. Он осуществляется ежедневно, поэтому привычные для старого жилого фонда мусорные свалки, которые зачастую не убираются неделями, вы здесь не увидите. Большинство граждан знает очень мало о внутренней работе. И видит работу управляющей компанией в первую очередь по каким признакам? Чисто ли во дворе? Помыт ли подъезд? Есть ли вода в кране? И работа сотрудников не видна. Но такую работу делает огромное количество людей. Это дворники, это уборщицы, это слесари, это электрики, это механики, это группа инженеров, это группа специализированных организаций, которые управляющая компания нанимает по договору. Мы уже привыкли к тому, что любая услуга стоит денег. Но бывает, что даже расплатившись, мы не получаем того, на что рассчитывали. Но качественный сервис на деньги собственников все-таки существует. При этом статья расходов насчитывает множество пунктов, которые идут на содержание многоквартирных домов. Мы не пустыми руками обслуживаем. Управляющая компания покупает тряпки, моющие средства, лопаты. Для машин мы покупаем дворники. У нас спецтехника, это и бензин, это и зарплата, это масса всего прочего. Полчаса езды и вот уже из-за зерков мы попадаем в Коминтерновский район на улицу 45-й стрелковой дивизии. Цветной бульвар – один из пяти жилых комплексов строительной компании «Выбор», где эксплуатацию и обслуживание 29 домов осуществляет ООО «Современный уровень». Мы обслуживаем большое количество современных домов, и большая часть из этих домов построены по новой технологии объемно-блочного домостроения. Мы сейчас находимся в замечательном комплексе, называется он «Цветной бульвар». Прошу обратить внимание, какие яркие, красивые дома. И когда заходишь в наши комплексы, а не все такие, то первое, что бросается в глаза – это чистота, уют, цветные краски, прекрасные детские площадки, и я надеюсь, у всех хорошее настроение. Здесь во всем чувствуется хозяйская рука директора управляющей компании Светланы Кравцовой. Она собственноручно проверяет работу своих подчиненных в прямом смысле этого слова. Рассказывают, как Светлана Юрьевна однажды не выдержала и показала нерадивым сотрудникам, как не халтурить прямой кипалов. Но бывает, что достается и житцам, которые не способны оценить результат труда работников управляющей компании. И хотелось бы, чтобы те жители, которые проживают в любом из тех комплексов, которые мы обслуживали, относились с уважением, с большим уважением к тем людям, которые обеспечивают им чистоту, красоту и порядок. Ведь чисто не там, где метут, а где чистоту соблюдает. Вообще, культура собственников жилья – отдельная тема для разговора. Нельзя ломать общедомовое имущество. Не управляющая компания ломает или скручивает лампочки, а непосредственно те граждане, которые проживают. К примеру, для меня негативным фактором являются такие вещи, когда собственники, а это делают именно собственники, с высоты 17 этажа, к примеру, в промежутках между лестницами сбрасывают бутылки. Бутылка бьется. Это осколки. Они разлетаются в разные стороны. Хорошо, если бутылка по счастливой случайности не заденет проходящего мимо человека. В общем, правила проживания в жилом помещении требуют от нас, собственников жилья, как минимум, взаимного уважения друг к другу, не говоря уже о большем. И есть законы о тишине. Нельзя, извините, кричать громко после 10 часов. К примеру, люди покупают квартиры на первых этажах и начинают заниматься перепланировкой, выводить в нежилые помещения. Это все замечательно. Но соблюдайте, пожалуйста, законодательство и не нарушайте при этом права третьих лиц. А третьими лицами в данном случае выступают непосредственно ваши соседи. К счастью, не все жильцов ведут себя подобным образом. Есть и те, кто готов поддержать старания своей управляющей компанией в плане благоустройства территории. Мы просто не мусорим. В принципе, больше я даже не знаю, чем мы тут помочь можем. Но люди некоторые, ну, конечно, есть, которые понимают, есть, которые не понимают. У нас здесь многие цветы сажают уже, деревья сами. Так что приятно жить. Переехали из Юго-Западного, жили в районе парка Танаис. Там даже приблизительно такого не было. Здесь самое раннее, когда мы видели работников, где-то полшестого утра. Позднее, не могу сказать, не помню. Каждый день поливают, убирают. Ну, просто все идеально. Главный плюс, о котором говорят и жильцы в Озерках, в управляющей компании им всегда готовы оказать необходимую помощь по первому звонку. Например, в подъезде перегорела лампочка. Позвонили, например, вот нашей Катерине, там, нашему мастеру. В течение там часа уже у нас свет в подъезде горит. То есть это быстро все оперативно делается. Отрадно, что и сами жители не остаются в стороне, предлагая свои услуги по благоустройству дворовой территории. Мы занимаемся озеленением, газон и так далее. Еще во многом жильцы помогают. Они тоже, у кого есть желание, возможность, они тоже привозят цветочки, подсаживают. И тем самым у нас становится очень благоустроенно и красиво. Это пример того, как договорные отношения между гражданами и управляющей компанией становятся партнерскими. И обе стороны заинтересованы в одном – как сделать дворовую территорию, а в целом и жилой комплекс с зоной комфортного проживания для жильцов. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.